Так, ну, мы надеемся, мы пришли, мы надеемся, что он работает. Ресторан. Ох, Мумбай называется, вот вспомнила. Золотые бриллианты. Ой, я в тот раз и не заметила, что тут это все есть. Мы и в тот раз сидели здесь, вот на экране смотрели. Да, карма. Ой, как я вот эти люблю. Вы вернулись? Да, с того года точно. Смотри, тележка, как в Индии, торговцы-то с Индии притащили. О, овощи. Я знаю, что люди привозят и заказывают новые рикши, и с них продают. На выставке там, на этих, на рынках продают индийские украшения. Дорого, конечно, привезти. Вот. Ох, Мумбай называется. О, у них много сертификатов. Да. И вам халяль. Яндекс, хорошее место. Да, и халяльные даже. Ты посмотри, по сравнению с нашими индийскими ценами, масала-чай 380 рублей. Нет, я даже не хочу. Нет, давай соль-те-ласи. Соль-те-ласи возьмем лучше, да. Нет, масала-чай. Я все равно здесь делаю ему по пять раз в день масала-чай. Приедешь к нам? Мы в Москву 27-го уезжаем. А по какой еще не решили? А, ну, открыт это. Пока, да. Пока не надоедим. Ну, сын, наверное, такие. Не, ну и... Причем даже не московские. Даже не московские? Не, московские. А, московские именно, да? Потому что я вот замечаю, что все-таки в Питере дешевле едают. Угу. Именно в других местах. Ага. Ну, раз в году-то можно зайти. Нет, но если будет вкусно. Мне здесь нравятся лампочки. Посмотри, слоники своими хоботочками держат. Вот это вот то, что нам инбазаре продается. И у них мне прислали сайт. Индийский сайт прислали. На котором можно это купить. Ну, из Индии купить. Из России не могут заказать. Он индийский сайт. Зрители мне прислали. Ты будешь пробовать? Не как обычно? Она пробовала спайси-еду? Она получается в грудваре. Но слотый вен. Мне кажется, это можно и думать. Да, да. Курица-макароны. У них, значит, сказали, что есть бизнес-ланч. Нет индийского, есть российский. Макароны, курица, суп, салат. Да, да. Мы пролетели и по макаронам. Не хотим, не хотим. Макароны мы и дома можем ставить. Да. У нас вчера были макароны. Ничего себе. Потому что люди приходят из офиса. Они ходят почти каждый день. Бабарин – человечество. Человечество. Да. Хватит уже по-индийски детей на стол. Не, 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 не начало. Вы знаете, вот как раз вы сами начали эту тему. На самом деле для нас очень многие вещи непривычны. Ребенок на столе, либо ребенок спать на полу. Да, я помню, вот читала ваше вот, ну, в конце, да, в комментарии. Какой вот этот спар на полю. Раскардаш была. Либо там есть на полу. До сих пор вот. А у нас, вероника, иногда вот бывает, что мы сидим на полу. И тебе не больше, понятно, убрать с пола, чем убрать везде. И вот мне постоянно все говорят, как это на полу? Вы что, как цыгане? Я говорю, ну, вы поймите, это просто другой уровень. Ну, как бы этот менталитет расширяется. Не просто такой вот, что есть на столе, спать на кровати. Да, да. Или вот у индийцев очень тоже привычка такая. Очень часто бывает, особенно если жара, да, в одной комнате кондиционер, у них там только кровать. Это в спальне. Значит, на кровати гостей принимают, едят, у них там до сархан стол с ногами, с руками. И вся толпа. У нас тоже так стати. У нас тоже... Уже, да, немножко расширяется. Нет, ну, нет, я имею в виду там, в Индии. У нас, пожалуйста, мы все сидим на кровати. Мне кажется, просто вот, что мне нравится в Индии, мы их расширяем. Да, да. Это не просто... Граница дозволенного. Да, да. Что дети – это полубоги, которые вот на пять лет могут быть царями. Там все позволяются. А у нас, ну, я еще стала замечать, что пытаются вот детей, людей какие-то рамки, пытаются вот спрятать. Вот если ты не так делаешь, ты уже изгой, ты не прав. Угу. Хотя... Свобода. Занюхидеть. Который, который вот человек мира, он ездит, он, ну, как-то вот себя ведет так вот. А мы не можем так иногда себя вести, потому что мы сжаты вот этими рамками, которые сами нас навязали. Он мне каждый день, скоро Мария вернется, скоро Мария вернется, скоро... Сегодня, говорит, я не понимаю, почему я так много думала о Марии, ну, о внучке, значит, нашей, да? Я говорю, Саши, мне кажется, это ваш менталитет индийский. Там мужчины очень чадолюбивые, там все чадолюбивые. Но мужчины, я поражаюсь на них, как они все время с малышами, с малышами, да? У них немножко вот на самом деле добрые отношения. Вот именно у мужчин, женщины как-то, ну, это быденность. Это нормально, да, это на уровне инстинкта. Ну, не надо даже. Вот у мужчин как-то вот, я замечала, причем это не только у людей, это в основном во всех странах, вот Азия, Восток, у них мужчины... Спасибо, ага. Да, относятся, ну, как бы, это, ну, как-то детям встрепят. Я вот сколько не замечала, сколько не общалась, что люди, не делаем рамки, сами в себя в них не вызываются. Ну, или лишних, да, как бы, есть что-то необходимое. Да, не сколько-то культура, но вот тоже мне иногда, ну, не всегда понятно, и вот когда в общении это... То есть у нас, получается, культура своя, и мы ее пытаемся всем навязать. То есть нашу культуру сидеть за стволом, хотим индейцам навязать. Да, да. Если у культуры есть ложки, пытаемся другим навязать. Ну, просто надо, наверное, расслабиться и понимать, что где-то норма вот там, а у нас именно так. И культура, и там, и там просто разные. Да, да. Вот такая вот культура, скажи. Культура-мультур. Вкусные? Ты попробуй, Лася, ты, может быть, дитя-дитя уже в цивилизацию. Сейчас мы, Вероника, что-нибудь делим. Или на стол. Они же линдиться, они это поймут. Да, я помню, куда-то я ехала, смотрю на столе. Удобно же все. Удобно, да. Да, мы говорим, тарелочки нам принесли, и Вероничка сразу к ним потянулась. Я говорю, вот как хорошо, что в Индии используют металлические тарелки талии. Ну, они полезны, они же не просто так всю посуду, они же со значением, там нет, знаю, для чего запить воду. Ну, они, конечно, да, они экологически, мне кажется, такие полезные. Вот керамические, вот у меня сестра говорит, у нее есть любимая керамическая чашка. Она не треснутая, ничего. Но, видимо, какие-то крохотные микротрещины есть. Она говорит, когда я оставляю, ну, заваренный там чай или как что-то в ней на ночь, на утро, говорит, портится. Оставляю в другой чашке, все хорошо. Говорит, наверное, внутри какие-то, да, уже сидят в этих трещинках там микробики, которые размножаются. Милану. Милану? Да ладно. Вот так, вот. А у меня чешская республика. Чехия. Пашисия. Чехия. Чехия, Чехия. Чехия. Ух ты. Ой, сколько у нас нанов-то. И баттернан, и гарлик нан. Так, тебя куда посадить? Может, тебе на мое место? Удобно тебе так? Не-не-не-не, вот как раз вот это лучше убрать. Смотри, Вероник, что такое? Дао, да? Да. Ой. Смотри, что сюда. Ну, женщины чем-то надо заниматься. Ее хоть не начинайте. Сейчас, сейчас. Ням-ням. Ням-ням камин. Ой, панирчик, панирчик. Ой, запахло индей. Ой, вот специя. Какая-то в специи. Ну, какая? Гарам масала. Так, ну что, попробуем. Надо спать. Ага. Дал очень вкусный. Пробуй. Пробуй. Панир, батор, масала тоже очень вкусный. Прямо вкусно-вкусно. Все идеально, да? Идеально по-индийски. Ой, и гарлик, наверное, какой они делают чудесный. Чем-то посыпан. А это гарлик, наверное. Нет. Нет. Не киталит, не киталит. Батерман. Ван-три-три-тун. Хорошо. Самое интересное, что все наелись, да? А? Все наелись. Да, все наелись. Она такая нелегкая. Под газетки. Под газетки. Я в Дюнорде тоже такое видела. Специально заказываю, да? Да. Мне кажется, сейчас вот все вот, ребята, такие... Под старину такую. Так. Ну, у тебя глазки получше. Ласси. Так, Ласси. Это мы хотим цены просто озвучить. Батер-нан получается по 150. Это как его? Чизгар... Ой, гарлик-нан. Гарлик 150. А и панир стоит 420. Ага. А дал? А чьи-дал 350. Замечательно. Очень хорошая, да, пища. 10% скидка нам какая-то. За что? За что? Видишь, написано минус 10%. Минус ведь? Да, скидка. Даже нет. Бай? Бай? Вообще ничего не написано. Буддийские флажки. Что вы обозначили? Вот вы там часто бываете? Не знаю. Угу. Я, говорит, хочу отнести ему. Но долго готовились? Ну, 20. Готовили очень вкусно. Что ж это? Это композиция. Что вот означает эта композиция? На тему чего? У меня у бабушки были вот такие вот штучки, провода их держали. А это, а это шахматная фигура. А это, это, а это от консервной банки. А это ключ. А это еще какая-то штучка. Интересно. Ну да, очень часто так. Все удивляются, почему у него такие цены, у Саши. Даже вот в Индии я была в магазине и смотрела браслеты на Вагре. Там он 6,5 тысяч. У Саши 3,5. А наверху вот такой вот, не знаю, кто это. Красавчик какой-то. Very nice. Oh, Mumbai. Thank you very much. Very good. Оставьте отзыв Яндекс.Карты. Какой красивый Санкт-Петербург. Какой красивый. Адрес набережной реки Мойки 62,2. 62 это вот по Мойке? Да, наверное. И пересечение Сен-Сен. Сейчас найдем. С чем? Какая хорошенькая. Это Мерседес ведь? Мерседес, да? Посмотрите, какой шарик. Это просто как рикша. Да, да. Всего двухместный. 11,000? 11,000? Но это слишком много, 11,000? Для Германии нет. Нет? 11,000, говорит, в Германии, когда он жил. Такая машинка стоила. Я говорю, это же так много. Нет, у меня аж сердце сжалось. Это даже 600,000, нет. 700,000. Ну, он про 11,000 евро говорит. Про ту машинку. Смотри, как здорово, да? А что это за сундучки такие? С цветочками. Ну, вот смотри, практически из мусора, да? Который вот можно было выкинуть. Приклеили и покрасили белой красочкой. И всего очень красота получилась. зубочистки, одноразовые вилки, орешки, веревочка, обломок. Сундучок, накидали обычные цветочки. Тоже, да. Палочки. В общем, все, что... Такое впечатление, что убираюсь на кухне в шкафу, выгреблю все, что не надо. А куда деть? Выкидывать жалко. Давай приклеим. Ну, очень красиво получилось. Молодцы. Вот мне... Я вот вспомнила такой момент, что иногда... Хотела поговорить вот про переезды. Мы вот сейчас с Ириной затронули вот эту тему переезда. Что иногда надо делать все вовремя. Иногда расставание с людьми происходит вовремя. Иногда встречи в других странах очень такие судьбоносные происходят. И что не надо, ну, как бы волноваться, бояться переездов, менять страны, менять города. Потому что с этими переездами мы меняем себя. Потому что мне как-то одна девочка сказала, что самый лучший учитель — это переезды. переезды, путешествия. Ты меняешь себя, ты меняешь окружение. Даже вот... Ну, я не во многих странах побывала, но все-таки могу сказать, даже вот в той же России. Если в Москве это такой, ну, тяжеловатый вот для меня город все-таки, такая энергия постоянная, бегство какого-то, то Питер, наоборот, нас встретил именно таким расслаблением. То есть здесь мне стало легче спать, я стала меньше думать на какие-то серьезные. Тут как-то все просто и обыденно. Ну да, по-домашнему как будто бы. Хотя вот первый раз, когда я приезжала, я думала, что все-таки вот не зря тут все либо умирали, либо кого-то стреляли. Либо, ну, такой вот какой-то, да, вот апатия тут какая-то, такая меланхолия. А вот этот раз вот летом у меня по-другому открылся Питер, что тут наоборот, вот такое спокойствие, умиротворение может человек найти. То же самое в Индии. Кто-то вот Индию нравятся вот определенные города, кому-то Кутапарти, кому-то Амрицар, кто-то едет. И вот ищет именно то, ну, как бы, но не просто город люди ищут, а вот люди любят там себя, вот такую, например, как там. Вот я буду вспоминать, вот я была в Питере. Я люблю себя именно такой, как я была в Питере. И в той же там, в Индии. Это Анечка мне сказала без камеры вначале, что вообще вы молодец, что вы в 47 решились поменять вообще жизнь, страну. Да, да. Выдьте замуж. Почему это очень кардинальные же были перемены? Это ж тебе не в улочную сходить за хлебушкой? Хотя там тоже бывают всякие интересные истории. В булочной? Да, всякое же бывает. А вдруг судьба? Да. Пришел за хлебом, уехал в Италию. Всякое же бывает. Это жизнь. Нет, ну я же говорила много раз, что я вот сон видела за пять лет до встречи с ним, и оказалась вещей о мужчине из страны СОВ. Вот самое интересное, что вот надо верить в эти сны. Да, да. Верить в себя, верить в свою интуицию, которая никогда не подводит. Мне сказали, что я еще раз выйду замуж за мужчину из страны СОВ. Сказали тогда, когда я полностью была довольна, это во сне, полностью довольна своей жизнью, ни в какой замуж больше не собиралась. Интересно? Увы, нет. А судьба у вас сейчас? Да. Ну, побегай, детка, на просторе. Да, да, да. Порадуйся, пожуй одуванчики на лугу. Скоро одуванчики поменяешь на кокосы. Главное не жалеть. Нет, и что? У меня вообще получил очень необычный опыт в жизни. Мне кажется, еще вот все-таки отдаться этому опыту. Да, да. Не бояться его. Не бояться за свою прошлую жизнь, что вот, нет, я когда была независима или там какая-то там успешная адвоката. Именно вот окунуться головой в новые впечатления, новые... Довериться. Все-таки вот есть высшая сила, есть высшее твое я, есть Бог. И даже если не сбывается то, что ты прямо сейчас хочешь-хочешь, топаешь ногой, значит, другой план у Бога на тебя. А иногда, знаете, вот я начала замечать, иногда надо отпустить. Да. Как только ты отпускаешь, если это твое, оно очень быстро станет твоим. Я очень много раз, вот то же самое о моей поездке в Индию, я под конец просто взяла и отпустила ситуацию. Я понимала, ну не пройду, ну не пройду, в следующий году, в следующей жизни. Ты мне когда написала, что ты выиграла грант, и тебя приглашают за бесплатно на учебу выйдет. А перед едем я просто расслабилась и понимала, что ну все. А ты не хочешь ехать? Я говорю, почему? Мужа, без мужа скучать буду. Говори, с ума сошла, вернешься же. Вот как раз вот почему я начала вот эту тему переезда, потому что на самом деле вот там я испытывала вот этот страх. А как я там? А вот что я там? Зачем я туда еду? А вот на самом деле вот это самое тяжело с собой договориться, что нет, ты едь. Все самое интересное будет, вот как только ты переступишь порог на вот это все. Иногда такое ощущение, что тебя просто вот на ручки берут и несут, да? Как-то вот все складывается так. У меня очень много раз было в таких вот случаях, когда вот просто отдаешься ситуации, тебя на самом деле вот прям берут вот так за ручку и проводят. Как будто бы случайные встречи, еще что-то. Но только мы все же знаем, что нет случайных случаев встреч. Да, случайность, непознанная закономерность. У меня в том году было, едем в метро, и я сестре говорю, ты знаешь, мне, наверное, надо сделать визу шенгенскую, и только я потеряла телефон своей любимой страховщицы Ореховой Светланы. И вот ты не представляешь, не успела сказать, бежит Орехова, обгоняет нас. Я ее никогда в жизни за 20 лет, что я езжу в Финляндию, не встречала в городе, только в агентстве. И я говорю, я кричу, Света, Света, дайте ваш телефон. Говорю, вот это да. Вот как это так бывает, в метро встретить Орехову раз за 20 лет. А вот все говорят, какие большие города и страны, да, а иногда как, очень близко. Либо когда подумаешь о человеке, раз он тебя набирает, либо когда ты только набираешь сообщение, приходит, вот, я только о тебе подумала, а ты уже мне пишешь. Да, сколько раз, сколько раз было, только достанешь телефон, да, достанешь, дай-ка я позвоню тому-то, тому-то, и звонок прямо в руках. От этого человека. А вот, на самом деле, сколько часто, вот я не знаю, как у всех, но вот, насчет деживю, или вот то же самое, когда мы сегодня, я выезжала, я смотрела на вот индийские кафе, и мне в глаза попало, ох, Мумбай. Да ты что? Ох, Мумбай. Ну надо же. Саша нас и проявил. А ведь собирались ехать в Раду и Ко. Вот так всегда, планировать это хорошо. Да, увидимся в Москве. Увидимся в Москве, девушки. Вернемся, теперь на нас свои земли. Все, Вероника, скажи. Она уже баеньки хочет. Наелась хлеба в индийском кафе. Лепешку съела, да и все. Кусочек крохотный. Ну привет, Диме передавай. Вот твоя, мы на Сеную. А тебе куда? Тоже? Ну пошли. Спасибо за встречу. До встречи в Москве. Пока-пока. В Москве приходи, ага. Ну все, мы приехали домой. Травку скосили, только буквально дня три назад Саша говорил, а что это такая большая трава? Надо ее косить. И вот ее скосили. Купили сейчас пятерочки тесто, килограмм, ему на круассаны. Утром сделала круассаны, такой довольный. И он говорит, я свежий, конечно, люблю дома приготовленные. Так что теперь у нас запасено тесто. Вот. Всем счастья, здоровья, любви, гармонии, хороших друзей, хороших встреч и добра и сметаны. Всех обнимаю, всех люблю. Мы попали в цветение жасмина. Красота. Так вкусно пахнет.